так народ всем привет данное видео можете послушать фоном но в паре моментов нужно будет посмотреть в экран смотрите значит наш ну я сейчас еще мониторы себе до разные просмотрю варианты некоторые себе подметил и сейчас нашей стране такая проблема то что очень много параллельного импорта и всего лишь малое количество компаний осталось на рынке именно напрямую до они наполовину там представляют только гарантийные условия и так далее вот банки например остались и на днях я увидел офигенный монитор от samsung который продается в двух сетях это сетилинки и в регарде но в основные да там типа короче основные интернет магазины так далее значит суть следующая я решил сегодня позвонить в регард пообщаться насчет вообще там условий доставки эксплуатации товара дефектов и самое главное узнать про параллельный импорт предварительно сделаю спойлер я еще вчера общался с samsung с их поддержкой на сайте почему данное видео называется так давайте я вам объясню данный монитор а именно samsung кодисе g6 это новый монитор вышел в конце двадцать второго года продается но вот знаете у каждого каждой модели монитора есть определенная букву которая отличает за его отвечает за его региональную принадлежность в том числе там европа америка азия отдельно какие-то регионы в европе и так далее там отдельные страны и так далее и у них две буковки на конце на конце есть и эти буковки есть только вот в тех магазинах у нас россии которых он продается этих буковок быть не должно в общее название модели соответственно не отвечает за регион я принципе это до этого знал и затем на официальный сайт самсунга на русском языке с казахстанским регионом именно с такими же буковками и и ай в конце там можно сказать нам монитор прям с вот на сайте самсунга но только в казахстане соответственно я сразу до первых что это импорт из казахстана но мне вопрос был следующим его задал по телефону то есть это параллельный импорт понятого то что например монитор делался для казахстанского рынка и они его перекупают и отправляют ну получается продают уже на территории россии либо в казахстане есть собственный завод самсунга потому что как бы ну как бы такие сейчас тип смешно там да на самом деле самсунговский завод в россии до сих пор функционирует но техник он производит только на и на другие регионы то есть ну грубо говоря вам давайте не будем это уделяться допустим я предположу что мало ли например мониторы делается в казахстане там по комплектующим которым присылаются там с европейских регионов с где из завода самсунга официально и так далее и это все отсылается нам и соответственно такой вариант меня явно не устраивает мне вообще не устраивает параллельный импорт но вариант что монитор производится в казахстане а потом его отправляют к нам и продают на нашем рынке еще и по повышенной цене за вышли и так не устраивает и в итоге мне на этот вопрос ответить не смогли сказали обращайтесь производить производителя ранее ничего толком не сказал просто сказал что на монитору который делается в другой стране они ничего не знают грубо говоря хотя что казахстанского варианта веб-сайта samsung русский язык что на русском портале тот же самый русский язык и по сути одна и та же техподдержка задав еще несколько вопросов касательно дефектов монитора и касательно пользования то есть например мне сказали что вот курьер приходит я проверяю прям при нем есть товар на наличие физического вот это вот казалось то что физические повреждения а я говорю но окей а если допустим его подключил вот все все порядке физических механических повреждений нету я его подключил и увидел спустя час например какой то особенность на мониторе которая мне не понравилась у таких особенностей знаете давайте самое распространенного для вас освучив зрителя это биты пикселей это колор бандинг это какие нибудь полосы и вытечки подсветки еще что то допустим мне не понравилось в первый же час на что мне представитель горячей линии а не ответить на мой самый важный вопрос касается импорта импортозамещения на правил в гарантийное дело честно скажу мне уже не понравилось общение на сайте то есть именно вот вообще общение по горячей линии сайта да который указан телефон сидит человек одновременно походу что то есть и чуть ли ты не слушаешь чавканье в трубку это вот касается гарантийного дела человеку вот он разговор я вот просто представила что если бы например у меня что-то уже случилось монитором я его от купил или какую-то другую технику них и вот с этим человеком разговаривать но уже неприятно было а это я просто уточнял информацию перед покупкой товара в общем уточнив информацию про импорт мне так и ничего не сказали я говорю вот смотрите типа но допустим допустим есть то есть в любом случае а вначале извиняю забыл мне сказали что гарантия на монитор всего год от магазина потом гарантийном отделе сказали что два-три года зависимости от производителя делают они что гарантийном отделе они получают nadятно his твой монитор который ты им отправишь же свои деньги и они отравляют с инцентром грыва но вот у меня в городе есть сервисный центр от успокоен им отправить можете но это надо уточнить производителя это знаете что ответил производитель мне вчера, говорит, что так как монитор был везен с другой страны, то уточняйте это у продавца по поводу гарантии, и он сказал, что нужен серийный номер устройства, чтобы понять, будет ли оно обслуживаться или нет. Допустим, данный монитор бы обслуживался в сервисе центра Samsung, в котором мы в городе, их два. Но как я должен это понять, почему я должен выяснять это? То есть одни эти говорят к продавцу, продавец, наоборот, отслабит к производителю. Но теперь самое рофельное, просто самое угарное, что я услышал, и меня это настолько насторожило, это просто смех. И почему мы сейчас смотрим на этот документ, прошу обратить внимание теперь у ваших глаз на экран, аудио часть подходит к концу, сейчас будем рассматривать. Я говорю, например, то есть вот, допустим, у монитора 10 битых пикселей, точнее, он говорит сначала про битых пикселей, я говорю, вот у монитора битых пикселей, он сразу начинает эту телегу сдвигать стандартную для людей, которые не разбираются, что в зависимости от количества битых пикселей, разные производители, там разные нормы. Я практически его перебив, дослушав до конца, я говорю о том, что второй и третий класс мониторов – это 6 битых пикселей максимум. Я говорю, ну давайте условно возьмем 10, то есть, что дальше? Я ему прямой вопрос, дальше он там что-то бме, и потом я ему прямой вопрос задаю, что он типа начинает оттягиваться, говорит, что мы гарантийный отдел, мы не являемся с ним центром. Я говорю, ну смотрите, 10 битых пикселей, это по любым документам, типа, это уже подтверждает то, что он, ну, он дефектный, к примеру, да, то есть, это явный дефект, и это легко можно увидеть, то есть, я говорю, вот я вам его прислал, вы видите в своем гарантийном отделе, что там 10 битых пикселей, вы все равно будете его в сервисный центр отсылать, хотя у них на сайте написано, что они там идут навстречу клиенту, что там вот 20 дней они, ну, если только нужно действительно определять дефектом и так далее, то есть, они отправляют в сервисный центр. И, в общем, он говорит, что да, скорее всего, мы все равно будем отправлять его в сервисный центр, то есть, даже если дефект явный, вы уже потратите кучу времени и так далее, но это с условием того, что, опять же, видите, неизвестно, работает ли гарантия Samsung полноценно, примут ли они это устройство в моем городе, то нужно звонить, уточнять в сервисный центр. Видите, на сайте Samsung говорят, что нужен серийный номер, как я узнаю серийный номер своего устройства, если я его еще не купил, а покупать товар, на который непонятно, есть гарантия или нет, но сами так, понимаете, сами такое, как бы, ну, не очень, да, и в любой момент, а вдруг производитель сейчас скажет, что нет. И он такой еще так это хихикает, говорит, что типа, ну, пока Samsung, типа, гарантию предоставляет в RF, то есть, можете купить монитор, и, допустим, Samsung скажет, что мы полностью ушли с рынка, и производитель, и, точнее, этот продавец вас будет максимально футболить, так как своего сервисного центра полноценного, я так понимаю, у них нет, если они это все Samsung отсылают. Вот, ну, вот такая вот тема. И еще очень забавный момент, пожалуй, самый забавный, я ему говорю, 7 дней есть у меня на, там, ну, я ему говорю, вот эту же тему, которую я говорил изначально оператору, о том, что, ну, в течение 7 дней, то есть, например, меня что-то не устроило в мониторе, допустим, там, color banding, еще что-нибудь, да, color banding, как это называется, ну, я так по-колхозному сказал, типа, ну, и там еще что-то, то есть, как происходит возврат товара, в каком виде он должен быть, из-за этого вопроса мне и перенаправлено гарантийное дело. Он, я просто, я выпал вообще серьезно, это угар. Он заявляет, что если монитор вообще вскрывался, то есть, вот у него пленка вскрытая, то есть, все, вот он, не то, что там какие-то механические повреждения, следы эксплуатации. Если открыть закон о Российской Федерации по поводу технически сложного товара, там имеется в виду механические повреждения, следы эксплуатации, имеется в виду царапины, ссадины, там, отпечатки пальцев, вот это вот все. Он имеет в виду, что если просто я вскрыл монитор, оплатил его, все, То есть, уже все. Вас его обратно не возьмут. То есть, они будут... Ну, как вот есть одно видео, интересно, с Ситилинком связанное. То, что там этот человек, не доставая все детали, все сохранности, ялкобы у какого-то болтика там потерто. Хотя он этот болтик даже не доставал. То есть, они сами достали его, повредили. Чуть-чуть там царапину сделали. И все, типа, отказали из-за этого болтика, короче. Ну, типа, вот вас ждет такое. Когда я услышал этого клоуна, ну, мне просто... Я просто охренел. То есть, это опять подтверждает мои слова по поводу того, что, во-первых, магазин некомпетентен, конкретно данный. А подтверждает мои слова о том, что, передавая деньги за монитор в нашей стране, какой-либо практически компании, ты просто... Твои права ты вместе со своими деньгами отдаешь производителю. Точнее, не производителю, а даже магазу. То есть, там просто вот, ну, вас будут футболить, будут опираться на закон, который неправильно трактуется. Это все просто с целью затягивания времени, чтобы вы передавали в дело в суд, либо забили. Кто перепробовал не один монитор в своей жизни, прекрасно знает, что есть вещи, которые недопустимы, а есть вещи, которые, например, 1-2 битых пикселя. Это не будет являться дефектом. Некоторые дефекты на, там, допустим, на усмотрение производителя тоже не будут являться дефектами, некоторые особенности, так сказать. Но что производитель, что магазин в этом плане может на вас просто положить хрен, и вы, как пользователь, останетесь с такой техникой, понимаете? Вот, что нужно знать. То есть, передавая деньги за технически сложное устройство, в данном случае монитор, вы практически остаетесь без прав на возврат товара. То есть, еще раз, во-первых, на мой вопрос по поводу импортозамещения никто не ответил, как именно оно происходит. Представляете, если говорят, типа, обращайтесь к производителю, или что-то в этом роде, производители отсылаются на закон, что, типа, товар вводят на территорию страны без ведома самого производителя. То есть, иными путями этот закон в марте 2022 года. То есть, вы покупаете монитор у продавца, который не может вам сказать, откуда данный монитор привезен. Точнее, не откуда, а каким образом он привезен. То есть, был ли произведен он в Казахстане, или как вообще происходила закупка. То есть, вы не знаете. Вы покупаете кота в мешке. И по поводу, второе, гарантия, что производитель говорит, что нужен серийный номер для того, чтобы проверить, обслуживается ли данное устройство. Серийный номер вы получить не можете, пока не купите устройство, не откройте, скройте его и посмотрите серийный номер на обороте товара. А магазин говорит о том, что, типа, ну, этот, не серийный номер, а то, что мы готовы отправить сами в серийный центр, либо отправляйте сами, но узнавайте, сможете ли вы это сделать. И сначала говорят, один год гарантии, потом два-три года гарантии. То есть, они никакого ответа не могут дать. И третье, просто вскрывая монитор, по мнению клоунов из регарда, вы уже, по сути, не можете его вернуть обратно. Теперь смотрим листок бенки внимательно. Так, я наговорил, тут, наверное, уже нормально, да? Извините. Технический сложный товар, 14 дней после покупки в ремонт, авторизированный центр, все как везде, 7 дней присутствует сохранение товарного вида и до начала эксплуатации. Многих мониторов, я от себя добавлю, происходит такая тема, то, что у них есть таймеры работы, и, соответственно, товар должен быть полностью как новый. Давайте посмотрим. Не начали пользоваться. То есть, вначале выглядит, как сказали клоуны из регарда, да? Как сказали, я хотел сказать. Что, типа, если товар вскрыв, все. Но на самом деле у товара должен быть сохранен товарный вид и потребительские свойства. Снимает защитные пленки, появляются царапины на пластике, разъемок подключения, шинает рабочих, счетчик, СИСОВ, работа лампы или матрицы. Вот, вот это ключевое слово. Поэтому после начала эксплуатации вернуть такие товары уже нельзя. Несправные дефектные пиксели не являются несправностью. Давайте посмотрим. Чтобы сохранить возможность вернуть монитор в рамках законной дистанционной торговли, не производите сборку монитора, не отклеивайте защитные пленки, локти, этикетки. Это от комплектующих. Не прикасайтесь к экрану руками. Используйте перчатки, чтобы они остались видов. Тоже правильно. Не вскрывайте упаковку кабелей и переходников. Опять же, вы можете использовать свой кабель. По поводу переходника, но надо как-то его запустить в любом случае. То есть, тут, наверное, нужно уже уточнить в банке. Но, опять же, для проверки монитора аккуратно откройте коробку. Сохранить коробки необходимы для сохранения товарного вида. Достаньте только сам монитор, то есть без подставки имеется в виду, без кабелей и так далее. Не ставьте его на вес и крепление. Ложите его на мягкую поверхность. Подключите монитор своими кабелями, видите, не используя комплектный, и оцените изображение не более чем 15 минут. Многие мониторы оснащены встроенным таймером времени работы. Если все устраивает, можете привести полную сборку и установку. Если появилось желание вернуть монитор согласно закону инвестиционной торговли, аккуратно упакуйте его обратно в коробку и убедите в сохранности защитных пленных и этикетах наличия полного комплекта. А что, так можно было? А вот в регарде говорят, что если ты вскрыл, то ты уже по факту как бы все. И когда я ему сказал, он начал мне, типа, вот эту телегу гнилую задвигать, типа, мы, ну, технический сложный товар, мы же не можем его на тест давать. Я говорю, ну как на тест? Я за него заплатил деньги полностью. То есть я его выкупил. И он там что-то начал беме опять делать. Короче, ну, в общем, оказывается, представляете, можно это сделать, не оставляя следов там и так далее, подключаясь своими кабелями. Но матрицу-то проверить можно. Но по мнению сотрудника клоуна из Регарда, который одновременно там еще ел, походу, я не знаю, может на толчке сидел, я не в курсе. Если ты откроешь монитор, то, понимаете, вы должны как-то, не доставая с коробки, вставить провода свои и там с зрением Супермена инфокрасным, проверить монитор, так сказать, матрицу там и так далее. То есть именно работу монитора подключенного, понимаете, вы можете, кто-то скажет, там вот курьер приехал, смотри. Но, например, тот же Odyssey, он собирается, ну, не сверхлегко. Там нужно вкручивать болты отверткой, прикреплять некоторые детали отдельно, всякие штучки. И чтобы его поставить, ну, как бы полноценно, да, как бы до того, как ты передал деньги, или даже просто хотя бы удобно его положить, если 27-дюймовую модель, подключив ее через свои кабели и так далее, это нужно сверхаккуратно сделать, это займет определенное время. И получается, что как бы при курьере это будет сделать тяжело. Но, согласитесь, это займет приличное количество времени, пока вы вскроете, пока вы все аккуратно сделаете. При курьере можно посмотреть на физическую оболочку товара, механические повреждения и так далее. В принципе, об этом и сказали. Ну, вот ты его запустил, а он тебе, все, монитор не работает. Или там монитор 20 битых пикселей, условно говоря. Да, ну вы поняли, мой ход мысли, все. Дальше обращение в гарантийный сервис, даже вот только что получил монитор, прикиньте, ты только что его получил, и все, дальше обращение в гарантийный сервис. И, ну, то есть в гарантийный их отдел, вот этот вот, и возврат монитора за свои деньги. Все. Вот как работает Regard, вот как работает BenQ. То есть в течение 14 дней вы, то есть понимаете, вот эти некоторые вещи там, понятно, что какие-то битые пиксели, еще какие-то вещи могут проявиться со временем, но за 15 минут можно посмотреть качество утечки подсветки, качество картинки, попробовать разные режимы картинки, посмотреть с разных углов монитора, убедиться в том, что все нормально, нет ни одного битого пикселя. Это можно сделать в целом минут за 15. Ну, с учетом того, что вы уже вот его достали, и монитор лежит на мягкой поверхности, и у вас там подготовлены свои кабеля там и так далее, а не в присутствии курьеры все это делать, понимаете. Вот, и за 15 минут, которое отведено в документации, это нормально, можно успеть сделать, но Regard надо сделать даже этого. То есть если ты вскрыл монитор, то уже по факту все. И его будут отправлять в сердценный центр для выявления дефектов, либо ищи сердценный центр в своем городе, но не факт, что они тебя будут обслуживать. На сайте Bankview тщательно указано заверение сторон, сопровождение полностью, вообще перечня, кем кто является, кто по массе, так сказать, если вы поняли о чем я, о том, что перед покупкой полностью сообщаются основные свойства, все характеристики, изготовитель, гаранти... Вот, смотрите, покупатель подтверждает, что до него доведена информация об основных свойствах, тактика, технических характеристик, об изготовителе, гарантийном сроке, сроке службы приобретаемого товара. Перед оформлением заказа необходимый товар покупателю предоставлена информация о порядке и сроках возврата и обмена товара надежащего качества. Вот она, кстати, информация, вот, пожалуйста. Товара, не содержащего недостатки и дефекта, как внешний вид, комплектация, как вот такие недостатки и дефекты, технические характеристики, перечисленные ниже. При передаче товара покупателя такая информация дополнительно сводится за сведениям покупателя в технической документации руководству инструкции эксплуатации гарантийных и шкаловных программах товара, а также на ктехниках, ценник, маркировка или иным способом принятых для одновременно видов товара. То есть, покупатель подтверждает, что он ознакомился по темно-своему сходу интервью сайт Бенгейса об основных предъявительных свойствах товара, об адресе месте нахождения продавца, о месте изготовления товара. Вот это самое главное. О полном фирменном названии наименования продавца-изготовителя, о цене, об условиях приобретения товара и его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке о порядке, о плате товара. Вот как работает нормальная компания, которая заранее предоставляет себе всю информацию. Указано все. Можете зайти на сайт, все почитать. Это все официальный сайт Бенгейс, который не ушли с рынка. На официальном сайте регарда информации, которую я хотел получить, не было. То есть, регард, в принципе, получается незаконно работает. То есть, где производится товар, который приходит из Казахстана, ответ не был дан. По телефону, причем, это вся информация указана на сайте. Мы даже не обращались ни к консультанту, не звонили. Все это можно почитать здесь у Бенгейс на сайте. То есть, мы не получили информацию о том, где конкретно был произведен товар. То есть, на каком заводе он был произведен. Бенгейс предоставляет полные сертификаты соответствия товара, где произведена была матрица, где было произведено крепление, пластмассовые детали, кабель питания и так далее. Все это предоставляется. У меня есть эта информация на те модели, которые меня заинтересовали. Мне это предоставили еще до покупки того. Соответственно, в регарде нам не предоставили информацию касательно гарантии товара. Это второй пункт, очень важно. То есть, нам сказали, что один год, потом гарантийное дело сказал, что два-три года. и они просто передают в сервисный центр Самсунга, который неизвестно работает, не работает. Чтобы вы передали сами, обращайтесь в Самсунг. В Самсунг говорят серийный номер. Серийного номера до покупки товара вы получить не можете. То есть, магазин не может полностью нормально объяснить и предоставить гарантию, потому что товар привезен с другой стороны, по сути. И вот каким образом будет произведено, например, если товар будет ремонтироваться по итогу где-нибудь в Казахстане или товар нужно будет отправить туда, но я с этим, например, не согласен. То есть, если до такого бы дошло. Ну и третий пункт, то что нарушение законов Российской Федерации, то есть, что монитор нужно проверять не открывая коробку. То есть, ну даже здесь, в Бенке, здесь указано, что конкретно нельзя делать и что проверить его нужно своими кабелями, ну ни сборку монитора производить нельзя. но достать его из коробки аккуратно в перчатках и 15 минут отсмотреть экран вы имеете законное право. В регарде третий пункт открыл коробку, мы что тебе товар на тест отправили, ну не так там, ну на вы, конечно, ну вы поняли, что я имею в виду. Вот и делайте выводы сами. Вот хотя бы здесь, да, монитор, который я себе присмотрел, там он хуже по характеристикам и так далее, но здесь производитель не ушел с рынка, здесь производитель работает основываясь на законах Российской Федерации и здесь вам не будут, если вы все сделаете правильно, как указано здесь, вы с этим согласны, со всей этой информацией, которая максимально точно указана, а не как на сайте регарда, на котором, ну, просто вот даже по горячей линии два отдела разных не предоставили ни ответа, ни на один из трех вопросов, точнее, один был предоставлен, это про не вскрытие упаковки товара и все. И, ну, как бы вот просто не надо там покупать. Вот, не, вы можете делать выводы сами, найдутся клоуны, которые будут говорить, я там все купил, все четко, короче, и так далее, ну, делайте выводы сами. Вот как должен поступать производитель, а не так, что магазин заявляет, продает вам товар и вы еще сами должны выяснять по поводу гарантии, вы должны сами выяснять, где был произведен товар, и вы еще сами, ну, я уже все объяснил, и по поводу вскрытия товара. Делайте выводы сами, Рикард это магазин клоунов, я никогда у них ничего не буду покупать и рад, что с ними не стал связываться. На этом у меня все, всем пока.